Норвик Банка В этом году запуск проекта осуществляется позже обычного из-за гастрольного графика Артура Дубокса, поэтому кастинг на участие в проекте состоялся только в начале февраля. Затем после общего собрания, на котором присутствовали как конкурсанты, так и их родители, и где были обсуждены все организационные и административные вопросы и подписаны договора, был составлен окончательный список участников. И начиная с сегодняшнего дня и до конца июня вместе с вами мы будем следить за развитием событий на звездном проекте, главными героями которого снова стали талантливые дети нашего города. И по традиции в первых выпусках нашего дневника мы начнем знакомить вас с участниками проекта Hello Dog of Pls 3. Чтобы дать ребятам возможность познакомиться друг с другом и с нами, мы решили пригласить их в Весму на Рига 49. Уютная обстановка, доброжелательное отношение персонала и, конечно же, вкусное угощение снимали лишнее напряжение и позволяли ребятам увереннее себя чувствовать. Наше знакомство мы начнем с участницы младшей группы под номером 1. Знакомьтесь, Татьяна Тарасова. Меня зовут Таня, я учусь в 10-й школе, в 6-м классе, мне 12 лет. Мне очень нравится танцевать и петь. Я занимаюсь в кружке танцев, бальных танцев. Мне очень нравится заниматься спортом, я люблю играть в футбол и баскетбол. Для Тани победа в проекте не является главной целью. Ей нравится сам процесс обучения, общение с новыми людьми и просто интересная жизнь. В проект Hello Dog of Pls Таню привела ее подружка. Пришло время познакомиться и с ней. Итак, участница проекта под номером 2 Анастасия Станкевича. Меня зовут Настя, мне 13 лет, я учусь в 10-й средней школе. Я занимаюсь музыкой и танцами. Все свободное время у Насти уходят на уроки, занятия музыкой и танцами. А еще у Насти есть домашний любимец, крыса Рики. В проекте Настя хочет научиться петь, победа для нее не главная. А вот участница проекта под номером 3 Мадара Велика, ученица 6-го класса основной школы Венибус, ставит перед собой более грандиозные цели. Расскажи, зачем ты пришла на проект? Чтобы петь и выиграть. Выиграть тоже? Первое место только тебя интересует. И пять еще на сцене. Еще пять на сцене. Мадара, а если не выиграешь? Ну, тогда ничего. Будешь плакать? Нет. О проекте Мадара узнала на сайте Грани ЛВ и, посоветовавшись с мамой, решила принять в нем участие. Для следующей участницы нашего проекта выступление на большой сцене уже давно стало обычным делом. Музыкой она занимается с самого раннего детства. Знакомьтесь, Яна Забаровска. Меня зовут Яна. Мне 10 лет. Я учусь в Вене и Баспамоцкола. Мне нравится петь. Я хожу в музыкальную школу. Я играю на пианино и пою. Мне нравится плавать и гулять с подружками. И петь. Ты поешь еще в ансамбле в каком-то, да? В каком, как он называется? Пэр Лейтес. Да, Пэр Лейтес. Это очень известный такой вокальный ансамбль. Кто с вами занимается? Кто ваш педагог? Ива Т. Устинского. Ты тоже претендуешь на первое место в проекте? Да, однозначно. Следующая конкурсантка Анжелика Белоусова, ученица 4 класса логопедической школы-интерната, внимательно следила за нашим прошлым проектом, так как в нем принимала участие и ее двоюродная сестра Марина Немененока. На проект Анжелика пришла прежде всего для того, чтобы победить свой страх. Мне главное, чтобы просто выступить для себя, научиться петь красиво в микрофон и не бояться, чтобы на сцену выйти. А сейчас боишься вообще? Страшная игра? Немножечко. Ну, ты выступала уже на каких-то концертах когда-нибудь? В школе? Я в школе, в ансамбле каждый раз выступаю. Я ездила в Ригу выступать. Ну, так значит, ты уже не боишься, уже не должны коленки трястись у тебя на сцене или трясутся? Иногда. Следующая участница – Илзе Байка, ученица польской гимназии. Как и большинство наших ребят, творческий и весьма разносторонне развитый человек. Занимается в художественной студии, танцует и поет в «Я в небе» и мечтает стать звездой. А ты победить хочешь или что-то другое? Ну, как бы да, но мама говорит, что как бы это главное опыта набраться, мама говорит. А ты как сама считаешь? Победить. Победить. А звездой хочешь стать? А как ты думаешь, вот как ты себе представляешь вот эту звездную жизнь? Вот что это такое? Ну, на сценах выступать там, на концертах больших. Автографы раздавать. И последняя участница, о которой мы хотим сегодня вам рассказать – Рената Якубсевичуте. Рената учится в восьмом классе с Венской средней школы. Ведет активный образ жизни, занимается легкой атлетикой, танцует и очень любит петь. Поэтому и пришла в наш проект. Вообще я очень люблю петь и хотелось бы просто поучаствовать. Больше времени выступать. Очень нравится это ощущение, когда находишься на сцене и поешься. Мы благодарим ресторан «Весма» за помощь в организации съемок. И особенно за доброжелательное к нам отношение и очень вкусное угощение. В следующих выпусках мы продолжим знакомство с участниками проекта «Хеллоу Дагов Телс Три» и будем подробно рассказывать вам обо всем, что происходит на проекте. Генеральный спонсор проекта – Норвик Банка. И на сегодня это все. Смотрите новые дневники проекта на канале Даутком ТВ каждый вторник и пятницу в 19.40. Следите за нашими успехами и достижениями вместе с газетой «Сейчас». И, конечно, голосуйте за понравившегося вам конкурсанта. Условия голосования читайте на сайте Грани ЛВ. И до встречи! Генеральный спонсор проекта – Норвик Банка. Затя Грани ЛВicket – Норвик Банка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»